Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков провел личный прием граждан. Совместно с коллегами из администрации городского округа и представителями общественной приемной партии он рассмотрел ряд обращений. Какие вопросы прозвучали на встрече, расскажем в следующем сюжете. Тематика очередного личного приема Владимира Волкова – работа управляющих компаний. Поэтому на встрече присутствует заместитель главы по вопросам ЖКХ Константин Карпов. Встречи такого формата позволяют жителям получить ответы на свои вопросы здесь и сейчас. Мы сделали до начисления за 16 кубических метров этих кубов воды. Это общедомовые расходы. 80 квартир в доме. И получилось, что 1280 кубов падает на дом за 2022 год. Или оплата за эти кубы – 295 200 рублей. Это точно никакой не прорыв и это точно не, так скажем, плата за недобросовестных соседей. Приборы учета все поверенные. За этим у нас лид не управляющих компаний, к счастью, это у нас ресурсоснабжающая организация «Теплосетька». У меня предложение какое. Встречается руководство ЛГЖТ непосредственно с вами. Показывает вам все распечатки приборов учета, сколько потреблено тепла, сколько потреблено воды. И объясняет вам, откуда эти цифры, собственно говоря, взяли. На прием к Владимиру Волкову пришли также жители 18-го дома на улице Кирова. Уже на протяжении нескольких лет кровля МКД заливается, что повреждает квартиры на последних этажах. Мы проведем экспертизу в летний период, но зимой не ремонтируют крыши. Мы сделаем ремонт основательный. Все, что касаемо ваших квартир, никакого неудобства у вас не должно быть. Поэтому к вам в удобное для вас время, если сегодня удобно вечером, сегодня выйдут наши сотрудники. Будет муниципальный контроль от нас, от города. Будет представитель обязательно «Ашот Единой России», обязательно, чтобы со всех сторон. И будет ЖЭУ вместе с представителем ЛГЖТ, да, ну с центральным офисом. Вот в такой комиссии 5-6 человек выйдут, наметят сроки ремонта с вами согласованным. После визита комиссии в квартирах заявительниц начнется косметический ремонт. По поручению Владимира Волкова его должны провести максимум за полтора месяца.